Всех приветствую. Ну что, немножко прогуляемся и поговорим о любви к природе, о непричинении зла, о творении добра, вот такого. Надо обязательно закусить грушкой вкусной. Хочу вам показать опять источник свой, я там нашел, оказывается, он был намного больше, и поговорить о природе. Вы знаете, тут особо разглагольствовать, уже в последнее время часто говорю, что мне, когда я пишу проповеди, кажется, что, я говорю, такие банальные вещи, два плюс два, как будто мы настолько стали бестолковыми и бессердечными, и слепыми людьми во всех отношениях, мы просто уже ничего не понимаем. По поводу, начнем с малого. Это, конечно же, не творение зла. Я не собираюсь в этом ролике охватить все, что только можно. Я на нескольких примерах из собственной жизни просто расскажу, как я отношусь. Ну, прежде всего, конечно же, мы не творим зла. Первое, что мы, прежде чем нагадить или насрать, как это говорится, да, надо сначала что-то взять, чтобы этим нагадить. И вот первое, конечно же, мы берем же у природы. Господь сказал, всякое семя, всякий плод с древа, с кустарника, все это тебе будет в пищу. Конечно же, вражью человек не нуждался в каких-то ограждениях, домах, одежде, да, они были нагими. Адам с Евой и не стыдились, и жили счастливо. Ну, а теперь мы живем в печальном мире, в котором нам много чего нужно. Но, опять же, Господь все так попустил и дается избытком. Конечно же, все, что мы видим даже в ограниченном мире, надо понять, что Бог, конечно, может дать, что все это будет безгранично. Для чего нам этот зоопарк, в котором мы все живем, по-другому не назовешь, Бог придумал, ограниченный, с конечными какими-то материями, для того, чтобы мы познали... Иди ко мне, маленький, иди ко мне, Маленький, вот она, природа настоящая. Иди ко мне. Ну, кто тебя выбросил опять, а? Ну, посмотрите на это чудо. Ну, посмотрите на это чудо. Ну, кто тебя выбросил, а? Ну, что ж такое? Ой, хорошенький какой. Ну, что? Будешь у меня жить? Ну, будешь, будешь. Нашел ты меня. Нашел? Ну, в чем есть-то в болоте в каком-то? Ну, вроде не грязненький. Пошли погуляем. Я тебя заберу с собой. Пошли, пошли. Покажем наш источник. Пошли. Ну, вот, нашел себе друга. Каждый раз Господь мне посылает какое-то чудо. Как ты тут один в лесу, а? Как? Ну, как ты тут один? Ну, мырчишь вовсю. Ну, на дерево хотел залезть. Ну, какой смелый. Вот наш источник, да? Малыш, как ты тут выживаешь? Вот видите, вот он же выживает в этом лесу. Я его хоть и заберу, как друга, но приручать не буду. Ну, в смысле, он будет жить, как он и жил. Как он вот выжил, посмотрите на него. Он же как-то выжил, Масенький. Зачем же я буду делать тебя беспомощным? Да? Посмотрите, он спокойно ходит уже по этим лесам. Лазит тут. Он даже не пугается. Я вон ветки ломаю, а ему хоть быхны. Да? Смотрите, он даже не дергается. Да? Ты просто любишь людей, да? Тоже скучаешь. Все, пойдем сейчас с тобой вместе проповедовать. Вот, смотрите, я какой нашел. Тут, оказывается, видите, вот он, второй источник. Это типа болото такого. Оно большое, метров... Не знаю, сколько там, как показать-то. Не пойму. Вот так. И вон идет вниз. Это вот там вот эти деревья все выросли, куда все это уходит. А это вот такое большое болото. Тут можно целую бассейн вырыть. Я не знаю, он, возможно, будет стоять, потому что вон вода. Вам видно, я не знаю. Ну, что ты обо мне терешься. Вот такой вот. Тут такой завал. Смотрите, как. Я, конечно, хочу здесь все почистить. Такие деревья выросли высокие. Ну, так вот. Пошли. Как тебе назову? Как тебе назвать? В комментариях пишите имя котенку. Ты мальчик или девочка? Кто ты у нас? Что тут понять-то невозможно еще? Не пойму, ты мальчик или девочка? Пойдем. Пойдем. Все. Смелый какой. Ну, понятно, поживешь в лесу, будешь смелый. Ничего не боится. Идет. Вот этот источник, да? Я вам что раз показывал. Ну, вот как у нас внезапно изменилось. Пропаю. Че, пойдешь на руки? Ты бы в прошлый раз появился, когда мы о домашних животных говорили, да? Ты не хочешь? А он и не хочет на ручках. Хочет. Наденешь. Пошли, пошли. Заберу тебя. А то мне тоже там одному скучно. Будешь тут жить. На нашу полянку. Ну что, будем проповедовать с тобой? Любовь к природе, а? Будем? Будем проповедовать любовь к природе? Ты сегодня будешь звездой. Берем. Будь ему хороший. Ну что? Ой, ты какой ласковый. Ну, откуда ты такой взялся? Где-то прям в какой-то глине спал, да? Ну, будешь вылизываться? Тетя. Что ты? Что? Вот так вот нашелся у меня. Ну и тетя моя хорошая. Будем дружить? Кто ты у меня? Девочка или мальчик? Как вас увидеть? Вроде там у тебя... Ты же такой маленький. Те что ничего нет. Но по-моему мальчик. Мальчик или не мальчик? Ну как он там, ты еще маленький такой. Чудо. Ну что, по поводу любви к природе. И вот по поводу потребления. Конечно же, ну, у нас есть мега-люди, да? Какие-нибудь там все эти бизнесмены, корпорации, хозяева. Я вот просто, мне все время хочется об этом, кто знает. В России недавно отстаивали там гору Куштау в Башкирии. Я хотел о ней в конце сказать, как о примере защиты, да? То есть жертвенной любви, так называемой, когда ты уже защищаешь. Ну, давайте о ней попозже. Просто, конечно же, ну, вряд ли меня слушают какие-нибудь сильные миры сего. Люди, монстры, которые способны крутить планету своими деньгами, словами. Ну, конечно же, кто знает, что такое бизнес. Вообще мы, вот это наше общество, человечество, мы в таком безумии находимся, что выкарабкаться, знаете, всем обществом, это, по-моему, нереально. Я верю, конечно же, во второе пришествие, в новые этапы жизни с Богом, потому что сами мы единицами, да, мы способны, как говорят христиане, спасаться, выходить из этого безумия. Но в общей массе человечества, оно просто безумно. Вот, это просто машина смерти, вот как общество, да? Ну, что ты? И поэтому, конечно же, вот это вот бизнес, это просто тупо и конкуренция, которая, как ее называют, это тупо потребление. Ничего, кроме денег. Любая корпорация, как там, они любят себя позиционировать. Тот же самый YouTube, на котором мы снимаем с вами, выкладываем ролик, который является одной из веточкой большой корпорации Google под названием, да? Которая себя подсовирует, как корпорация добра, да? Конечно же, все эти корпорации добра, они сожрут тебя с говном ради прибыли. Вот и все. Ради денег. И все у них тупо ради денег. Там рулят только цифры. Доход, расход, равно прибыль. Минус или плюс, да? Вот и все. Все, что рулит людьми. И мы готовы ради этой прибыли, ради этих денег, ради корысти, ради собственного удовольствия. Хотя удовольствие это хорошо, вы знаете, я много раз об этом говорил, потому что вы все это прекрасно понимаете. Мы созданы для счастья и радости. Но наше счастье и радость, его получение должно заканчиваться там, где мы кому-то начинаем причинать боль, страдания, несчастья, разрушения нести. И поэтому, конечно же, знаете, обращаться к сильным мир из сего, кто общался с такими людьми, я не то, что там прям с высокими, но с разными уровнями бизнесменов общался. И, конечно же, там нет ничего святого. Это редкий случай, какой-нибудь мелкий предприниматель, но этот человек еще может быть более-менее благочестивым, да? А в основной, конечно, своей массе, это абсолютно люди, ну, несмотря на то, что они могут там творить благотворительность какую-то, вот, конечно же, они ее и творят там на копейки от своих доходов, только потому, что они потребляют столько, и все, что они потребляют, поверьте мне, то, что они творят благотворительность, это слезы, это крохи, да, падающие со стола господ. Поэтому к таким людям что мне сказать? Такой человек должен просто оставить все. Бизнес этичным каким-то не бывает. Вот. Бизнес есть бизнес, у нас конкуренция, у нас злой мир. Чего ты? Мир лежит во зле. И поэтому, знаете, самый благочестивый бизнес, даже если он начнется быть, он сразу кончится. Это я вам железно говорю. Я вам говорю, как управляющий, работающий в разных местах работал, на должностях управляющего, помощника управляющего. Ну и вообще, пожив жизнь, вы все это знаете. Ну что это? Хороший. Поэтому, что, к таким людям-то обращаться бессмысленно, да? Обращаюсь, моя проповедь, мое слово, конечно же, к людям простым, простым смертным, у которых живут, будешь жить на одну зарплату, от зарплаты до зарплаты. Именно такие люди могут хоть как-то вытащить этот мир, мы не вытащим. Но сдержать баланс какой-то, это в наших силах. Да и, в общем-то, знаете, святой человек, он не может жить по-другому. Ему не важно, даже если весь мир лежит во зле, и он что-то там, ну, грубо говоря, возьмем современную ситуацию, о которой говорим, ты тут же собираешь бумажки, кто-то тут же напросит тебя бросать, ты все равно будешь собирать. Хоть все будут бросать, ты будешь собирать, да? Потому что ты познал благу, ты свет, ты счастье, радость и любовь. И вот к таким людям обращена моя проповедь, мое слово. И я не буду говорить, хотя закончу я высокими вещами, но начну, не буду говорить в смысле сразу, да, начнем с маленького. Вот маленький живой пример, вы знаете, это употребление, прежде чем что-то выкинуть, надо сначала что-то приобрести. Конечно же, надо в своей жизни постараться свою жизнь привести к какой-то нормальному руслу, да? Это во всем касается, одежды, вещей. Не знаю, что мы должны стать, как в разных сектах, тех же самых христианских и мировоззрениях. Все там, раздай, да, балахон или мешок из-под картошки одень и живи, как зверь вот дикий в лесу. Человек к этому в этом мире не расположен, да, и не способен. Зачастую все это сказки каких-нибудь сект православных, католистских, протестантских. Если бы это было реальностью исполнимо, и было бы действительно признаком святости, это должны были сделать все. Поэтому просто надо привести в нормальную норму. Что такое любовь? Любовь – это когда мы что-то даем. Чтобы что-то дать, надо что-то иметь. Я уже вам тоже говорил, кто хотел, посмотрите на обратную сторону. Богу, чтобы проявить к нам любовь, Он нам дал все и дарит каждый раз что-то. И мы тоже кому-то что-то дарим. Когда мы что-то берем, так скажем, у Бога, это же Он нам подарил природу, там мы пользуемся. Вы знаете, срубить дерево, построить дом – это нормально. Да? А просто вырубать леса ради корысти, да? Единственное, я вам скажу, тоже, знаете, вот эта глупость. В России там, а, весь лес вырубают, в Китай отправляют. Слушайте, в Китае же его тоже не на помойку выкидывают. У нас, в общем-то, в космос бревна еще никто не посылал. Он там нужен людям. 150 миллионов, так называемых, русских, сели на шестой части планеты. И вот как эти, еще христианами себя называют, там, православными, католиками, протестантами, не суть важно. Я говорю, какие вы христиане? Да пусть. Одно дело, кто это продает? И куда тот, кто продал – это другой вопрос. Все это идет. Это ужасно. Вот эти толстосумы готовы все продать. Они готовы вырубить. Вот у меня какой прекрасный лес, да? Напротив я сижу, в заповедной. Они готовы все вырубить. Просто, чтобы продать и самому уехать жить на красивый остров. То есть, он здесь, хотя здесь живут люди, животные. Вы знаете, этот ролик я записываю после череды роликов о веганстве. В частности, была тема веганы, домашние животные. Ну, вообще, люди и домашние животные, да? Который назвал святым господством. Цветых в кавычках, естественно. И, конечно же, человек, который готов там, где он не живет, все загадить, все засрать, все взять и с этим уехать – это плохо. Вот мы к чему возвращаемся, да? А другой вопрос, что это нужно кому-то, да? И мы должны делиться, это вообще-то нормально. Более того, нам ничего не принадлежит, кроме того, что нам нужно в этой жизни одному человеку. То, что ты можешь сам унести, что ты сам обработаешь. Конечно же, по сути, весь этот бизнес, как-нибудь, может, ролик запишу, это, конечно же, все не от Бога, не святое. Это все ерунда. Что такое бизнес? Ну, сейчас вот я не могу остановиться, да. Это когда один человек на него работает. Я схему сужу до минимума. Один человек, на него миллионы работают, да, и он все это один потребляет. Еще этого Богатого уважают, там, на пьедестал возводят. Слушайте, он все это заработал не своими руками. Даже если он организатор, он должен получать ровно столько, сколько этот рабочий. У него просто талант. Если бы мы каждый почитал друг друга братом, ну, сестрой, родным человеком, то ибо с родным ты почему-то и живешь одинаково. То есть, это все потому, что мы не можем никак познать любовь и понять, что все мы на земле одно. Все мы родные, близкие, друг другу дорогие, потому что мы все одно. Конечно же, без этих пониманий, я говорю, мир никогда не встанет на здравые рельсы. Вот поэтому по поводу потребления. Покупаем очень часто, начиная с продуктов. То есть, всю свою жизнь просто нормальный человек должен, который познал истину, святость, он должен просто проанализировать, сколько я покупаю. Я вот ем. Если вы покупаете, и у вас все пропадает, вы все время выбрасываете, зачем вы покупаете, зачем-то в какой-то прок. Зачем это нужно? Возьмите те же самые магазины. Все прекрасно знают, как в продуктовых магазинах все выбрасывают зачастую, все там портится. Все это покупают из-за конкуренции. Не готовы дешево продать, потому что надо продать до последнего по рентабельной цене. Но если не купили, уж поздно, надо вот выбрасывать. А что делать? Тухнуть-то не будет. И так далее. Глупых половин законов, что там чуть якобы что-то там пролежало сколько-то дней, то все, да. Многие вещи далеко не соответствуют этим срокам, придуманным, лишь бы был вот этот вот оборот бешеный, да. У нас на крупах сейчас уже ставят срок 10 месяцев. Да крупы могут лежать годами. Почему-то тот же самый национальный запас, кто знает, хранятся там в бункерах любой страны, там лежат десятилетиями. И они не имеют, их никто не выбрасывает, и даже в продажу не выкидывает. Они реально лежат до конца своих там срока. Вот. И лежат они десятилетиями там. Поэтому надо просто пересмотреть потребление. Я возьму такой пример, вот еще, знаете, вот многие борются там с пластиком, с целлофанными кульками. Вы знаете, само производство пластика, оно же не такое плохое. Сколько оно дало стекла там. Сколько мы в современном мире имеем удобства. Благого. Чего там плохого, да? Другой вопрос, что мы действительно, мы это кульки, у нас все в кулечке, кулечка в кулечке, кулечком завернут, в кулечек положен, в кулечек донесено, и в кулечке еще, еще в кулечке, в кулечке, в кулечке. И так этих кулечков уже столько. Это, конечно, бред. Ну, насколько, допустим, много вещей, тех же самых пластиков и удобных в быту. И чем лучше, как говорят, разлагаемые там деревянные, из дерева, то есть из бумаги, пакеты, которых мы просто будем тоннами леса вырубать, только ради того, чтобы сделать разлагаемый кулечек. А не проще просто целлофановый кулечек носить годами с собой. Я вот когда в городе жил, да и сейчас в деревне, я стараюсь кулек у меня всегда с собой. Обычный кулек, который я один раз в пятерочке купил, до тех пор, пока он совсем не порвется, я его ношу с собой. У меня в машине всегда, вот сейчас машина есть, всегда в кармашке этот кулек другой, там хотя бы два-три кулька в разных местах. И мне не стремно и не ж впадло взять этот кулек в карман, положить и в пятерочку заходить со своим кульком и в корзинку набрал, к кассе подхожу, и она сегодня спрашивает, пакет нужен? Я говорю, нет. У меня всегда свой пакет. Я вам могу на опыте сказать, они держатся год, два. Даже когда уже там, казалось бы, дырки достаточно крепкие, ты же не прям крупу туда насыпаешь. У меня, вот я у папы последний год, кто знает, прожил там год практически, да, я с одним черным пакетом проходил, не помню, где его взял, и так и покупал. Ну ладно уж там, я говорю, все мы, конечно, косячим бывает, да, всякое. Ну, забыл ты, ну ладно уж, пришлось, ну взял ты этот кулек, этот же кулек там под мусорный пакет, можно использовать, потом еще куда-то, да. То есть надо быть просто, зачем тебе потреблять? А у нас как? Кулек нужен, дайте три. Вот из этой серии, да. И все в кулечек, и молоко в кулечек, и в кулечек, еще в кулечек, и соль, еще она и так в пакете, еще в кулечек, кто-то скажет, ну рассыпается. Слушайте, некоторые вещи можно в два места положить, в два одинаковых. В принципе, можно найти вот этих кульков мелких, в которых еще все по отдельности насыпано. Можно тоже, в принципе, с собой брать-то. Ну естественно, никто этого делать не хочет, да. И на тебя уже так смотрят, то есть это кажется такой глупостью, что ты там кулечки с собой носишь. Ну вот отсюда у нас и все это. Вы знаете, если один человек будет кульком чуть ли не всю жизнь пользоваться, а может реально можно всю жизнь пропользоваться, ну хорошо десятью кулечками ты за всю жизнь пропользовался. Не было бы того бардака, который кто знает сейчас все это. Все вот эти пластиковые баклажки тоннами просто, конечно же, да. Все, что сейчас вот это стало. Раньше почему-то мы молоко, я даже сейчас помню, покупали там в магазинах еще в детстве. Все в бидончиках, все в каких-то бутылочках, многоразовых, пожалуйста, держалось. Вот. Стекло было, но стекло принимали его, все реально сдавали. Конечно, много тоже валялся, это понятно. Но его принимали, да. Сейчас мы поговорим о переработке, о том, что там, куда это. Я имею в виду потребление. И так во всем. Вещи и так далее, да. Вещи, и такие, как это говорят, первой категории, то есть, необходимого потребления, второй категории, там есть, кто знает, вот, вещи, без которых ты можешь жить, то, что там, все надо с умом просто, да, вот это потреблять. Подумать сто раз, там, нужно тебе, не нужно, какая-то вещь, да. Вот. И выбрасывать тоже. Понятно, особенно, там, в квартирах все не сложишь. Но я же много раз говорил, квартира вообще считает безумием человечества, вот эти вот дома, в которых многие живут, это вообще, это вообще неестественная среда обитания для человека. Квартиры, многоквартирные дома, это просто неестественная среда обитания. У человека нет земли, у человека нет двора, у человека нет пространства, у человека нет вот именно куда чего положить, разместить, вот именно, потому что, если у человека были хорошие, было бы место, пусть это какой-то хлам, полухлам уже когда-то пригодится, но у человека, когда у тебя много земли своей, а земли нам хватает всем несмотря на то что у нас уже на земле сначала творение 7 миллиардов и всем хватит земли так что вот так вот поэтому по поводу потребления конечно же надо просто переосмыслить мы что-то покупаем я говорю ну ко всему просто надо с умом подходить девичка ты покупаешь могут кому-то остаться тот же самый инструмент там мужчина для дома покупает хозяйка что-то остается все это потом детям внукам есть вещи которые уходят со времени куда не денешься вот но опять же вы знаете действительно вот мы подходим к тому от потребления я достаточно кратко я говорю хочу сказать к переработке пожалуйста можно было бы все это потреблять и более-менее так скажем свободно как-то знаете не задумываясь о том что вот мы там что ты бог так придумал что в мире все круговоротом и вот это вот потребление оно должно быть в балансе с переработкой до так называемым с утилизацией потому что если бы это было вот так то все бы было нормально опять же кто у нас делит мусор никто ну сейчас благо вот видна тенденция стали это стали это действительно внедрять на каких-то так скажем общественных уровнях государственных неважно именно люди стали и не просто что это из принудительное конечно заметно что люди где-то осознанность вот эту проявляют да кто свой в россии не как в других странах но кто живет в россии я живу в россии мне не дадут соврать так скажем кто живет в россии действительно сейчас и в больших городах даже вот у меня в деревне то есть уже стоит несколько баков для пластика там для бумаги для стекла для общего мусора какого-то сейчас ставит какие-то вот эти такие огороженные там для резины там это покрышки резина кто-то что-то сейчас машина у всех да сколько всего вот этого выбрасывается вот хорошо бы еще для кого-то масло ставили многие сами там что-то меняют это тоже вот или хотя бы должны какие-то пункты да вот и сейчас конечно что-то делается вот это тоже очень важно вы знаете я вот у меня вот я живу я просто себе опять скажу да я когда живу в частном доме в квартире с этим конечно потяжелее опять же не потому что ты такой а общество такой и просто неестественные условия вот я живу в частном доме у меня бумага отдельно целлофан отдельно еда у меня вообще ничего не остается во-первых я веган это всегда чистая здоровая еда в плане того что стою выкидываешь она не тухнет не воняет ты себя ямочку там выкопал или под какой-то кустик все теперь как удобрение какую-то как-то яму компостную делаешь и все это же все из земли вышло и в землю должно вернуться и все а больше по сути игры ничего нет бумага отдельно целлофан отдельно и такие вот продукты что-то портящий ну к еда назовем в основном да все я даже сижу я вот это не выдумываю не напрягаюсь батарейки кто знает там очень важная вещь нельзя батарейки аккумулятор никогда вообще никуда выкидывать их надо обязательно сдавать их сейчас почти везде принимать стали тоже вы знаете вот в магазинах во многих есть электроники пункт приема батареек вы знаете одна батарея радиации заражает по моему что-то там три кубических метра земли выжать и все это попадает там то это утилизирует вот то есть мы это используем это нормально что люди все это придумывают вот это изобретаем творим это нормально до человека бог творится ну что ты я на тебя внимание не обращаю я проповедую так нашел к себе проповедить вот поэтому конечно же с переработкой важно опять же то есть те кто имеет возможность или хочет чем-то заняться это стать очень благое дело вот переработка все это это очень важно и считаю да и в принципе ростаново конечно мои слова простым людям обращено надо участвовать тем чтобы быть вот в этом плане ответственным и где есть возможность конечно квартирах потяжелее вот квартирах все в одно ведро всю жизнь я сам вырос в квартире и вот это все с детства наблюдал и нет всегда тоже не нравилось вот эти нашу я жил в панельки где еще тогда кто знает эти стыки мусорные были эти мусорки внизу как как все это было ужасно это все выбрасывание все там воняет из подъезда выходишь уже вонь особенно когда убирать оттуда выгребают эти кто там работали вот эти уборщики это вообще людям надо памятник ставить в каком они вот это ковырялись все какой запах там да и мы все это все тут летит сверху там и бутылки и все все это бьется все просто вываливалась да так что конечно же в квартире как куда ты бушит еду в доме в частную вышел вот так я все вот так во двор можно сказать кидаю да но сейчас еще когда такой двор более деревенский там не ничего не ухожено ну когда у тебя будет ухоженный пишем на газон конечно не бросишь там а шкурки от картошки ну понятно где-то будет отдельное место сейчас я спокойно там под крыжовник все бросаю прям практически перед дома перед выходом так что вот так вот конечно в этом плане надо бутылки все пластик все стараться отдельно всю бумагу я потом также сжигаю как сжигают и траву и все пластик у меня пластика но может в месяц набирается маленький кусочек и то есть его спрессовать или сжечь это будет вот такая вот таблеточка можно и самому я в пузево когда кто знает джиг я жёг про там сосед ругался я говорю слушай ты его здесь тип я жгу я там ведро взял старое дырявый в нем жёг он увидел там прибежал что ты жгешь типа это мы этим дышим а там ты не дышишь на мусорки выкидывают вам все это жгут знаете вот там это где-то далеко то есть все что даже в 50 метрах от моего частного дома это уже где-то это не мое знаете сколько я насмотрелся вот это ездить по деревням казалось бы вот деревни вот люди все свалки сделаны просто где-то рядом просто со склона все выбрасывают это почти везде так кто знает я недавно пропутешествовал проехал весь северный южный кавказ в крыму был стихийные мусорки и вот вот заезжая к чужой местности не знает я в наших знаю понимаю кто это выкинул грубо говоря там в своем селе понимаю вот у нас мусорка все кидают старый холодильник стиральную машинку какой-то барахло пол машины все вот с этой горы бросают ну вот гора какая красота я сижу ну давайте здесь начнем все бросать и это все превращается потом мусорку и все и ничего уже с этим не сделаешь уже топором потом не вырубишь уже никогда ее не разгребешь никто ее разгребать не будет и вот так у нас все я у тебя живу когда вот в особенно земле в деревне не общение в городе конечно куда вот выкинуть это отделил ты вот у тебя шкурки все куда ты зим во двор выкинешь тебя сразу там управляющий поругает силу и скажешь что ты тут бросаешь обрезки огурцов там помидорков этих попки какие-нибудь как это да так что вот так вот вот так вот в деревне конечно жить вот в селе на земле все что там вот я там не молоко покупают допустим да ну ты обрезал половину меня все идет на стаканчике там для винтиков для болтиков до применяешь куда-то все это но часть может быть выговорить и выкидываешь это игры все это собирать отдельно чтобы уже это выйти туда или в переработку они там или утилизирует уже не суть важно да вот так вот забота о природе я помните прошлый ролик все говорил когда домашних животных вот мы очень любим а домашних животных о животных как бы заботит это уже сказал не будет повторяться что это на самом деле это сатанизм что мы их так скажем одомашнили даже вот это вот малыша я его беспомощным делать не собираюсь он как-то тут выжил в лесу будет дальше жить да мы будем дружить я буду тебя тоже угощать фруктами овощами вы поймите они живут в естественной природе я ему не буду ничего давать чего он не ест он откуда может вареную даже гречку поесть скажите мне пожалуйста он где ее сварить ну ладно об этом я уже говорил они едят все что угодно кто знает они также овощи и фрукты с удовольствием лопают так что вы же посмотрим по поводу природы конечно же надо мы заботясь о природе а естественном и обитании заботимся о тех животных кто там живет и о людях я говорю вот именно когда все нещадно вырубается выкапывается заливается высасывается выкачивается вода там перекрывается все это конечно ужасно я говорю и мы на всех кто на каком уровне должны конечно светить ну к сожалению я говорю где-то в массе в какой компании ты сидеть не сможешь у тебя выбор будет либо уйти либо остаться мир лежит во зле и когда ты станешь лебедем до гадким утенком среди всего этого зоопарка тебя будет выбор либо оставить все это уйти либо стать злодеем да вот но опять же когда в массе знаете все мы где-то работаем тут надо хотя бы игру начать себя вот а дома я какой потому что в принципе конечно практически любой бизнес там это зло много деятельности она со злом вот на той же работе кто-то может что-то выбрасывать а ты нет в общем тут конечно и хотя бы хотя бы в своей частной жизни как ты живешь где от тебя все полностью зависит это очень важно ну и по поводу я хотел сказать жертвенной любви к природе вот действительно то есть речь идет во первых первое не твори зла и сколько можешь делать добра под добром что подразумевается ну во первых игру возьмем это еще не жертвенную любовь а действительно уже не твори зла это уровень вообще войти только в рай поп вернуться в рай в потерянный рай приобрести а что такое творение добра это что-то делать сажать какие-то деревья есть люди куча сейчас истории в интернете благо живем в таком мире информационном сколько там какая-то семья там засадила какой-то выгоревший лес там или какую-то степь или кто там вырубил что-то да люди что-то делают вот игру всем завтра броситься мы каждый на своем месте но что-то надо делать когда вы знаете где-то какая-то беда стихи вот мне тут конечно напрягаться сажать какие-то там деревья у меня от лес напротив тут земли да вот я могу для себя сажать какие-то фруктовые деревья ну или там на участке посадить что-то не фруктовая даже никакой там не знаю каштан клен березку ну чисто для радости там хвою какую-то но если вы действительно где-то рядом оказываетесь то есть никогда не будьте равнодушны к скорби даже земли природы да вот надо участвовать возможность будет какая-то компания вы будете не одни это творение добра да вот мы конечно же должны где мы накосячили ли кто-то накосячил брать так скажем вину на себя и возобновлять все что мы можем и конечно же верх всегда это жертвенная любовь на сегодняшний день 1 сентября сегодня кстати всех не поздравляю с первым днем учебы считаю что это тоже вся эта учеба в современном мире полный бред школы институты так это ничего это не над человеку вообще ничего все эти наши школы полный бред говорю сам как взрослый человек прожив естественно всю жизнь будучи и школе и институте все это бред все что над человеку богом ему дано все эти учения эти достигли телефоном и все это ерунда мы в будущем сможем все видеть слышать и передвигаться на тысячи расстояний без всяких технологий ученых денег покупок каких-то супер автомобилей человек это и все все мироздание это мысль и ее воплощение и царство небесное это там где кто чего помыслит то и становится явью вот и все в этом мире мы много глупостями занимаемся ну ладно сегодня я первым сентября и вот недавно как я вам уже сказала кто в россии знает может быть и за пределами россии знают в башкирии хотели очередную гору разработать так скажем на соду копеечная сода ну понятно компания заниматься содой не прибыли вот они хотели там гору снести башкирцы там встали грудью спиной защищали до этого города молодцы чё сказать я вам сразу скажу я таких акций в принципе никогда не приходилось каких-то участвовать вот крупных известных каких мы слышим как-то воронежской области никаких таких прецедентов я не слышал есть и люди тоже но это более селы как-то как какие-то может были что-то у нас везде какие-то завод начинать строить что потом все это в реке сливают какой причем такой что невозможно будет этим пользоваться до люди отстаивают свои города сел и области по-разному бывает деревеньки дома кого-то просто рядом не всегда удается когда-то но я как-то вот последний как-то меня это может когда это покаяние что-то было но я тогда был другой да и после я что-то не помню что где-то рядом со мной что-то такое происходило но я вот вы меня знаете понятно что такое будет я тоже с радостью вступлю в ряды этих защитников потому что святой человек светлый человек это не тот который никому не причиняет зла не говоря ему правду до не ставая между обижаемым и обижающим грудью или спиной защищая обижаем его это как раз от сатаны и все кто вам проповедует что это так какое-то смирение такое ложное да что я такой хороший никому поперек горла не встаю нет святой человек в мире лежащем возле как раз у обижающего должен поперек горла просто встать костью он должен встать так между обижающим и обижаемым чтобы тот пройти и есть такая очень хорошая фраза да казалось бы она полуслитеристическая только через мой труп вот это настоящий поступок святого человека и мы действительно должны так защищать мы не применяем силу это мирные протесты но мы становимся грудью ты можешь пройти только через мой труп все пожалуйста так что вот так вот и вот кто так делает я считаю они молодцы вы знаете если взять пример иисуса который в храме там дебоши устраивал в капище соломона по его примеру я могу сказать что можно применять и мирную силу допустим там уже техника приехала и ну опасно там как-то жечь надо думать о безопасности но вы знаете поехать под как не подкрасться там и гусеницы допустим с каком трактора сшибительность и там понимаешь как клин выбить чтобы он там разулся я считаю что это доброе дело доброе дело да вот и грудью вставать прям ложишься под этот трактор ток через мой труп и все мы видим что это срабатывает люди отстаивают до этой компании конечно кто-то может сказать ой в этой компании же люди есть они получают зарплату им тоже надо где-то эту соду получать копеечную хотя вы знаете вот и ну нам мы столько всем пользуемся а нужно ли нам всем этом нужна ли нам это сода нужно ли в таких количествах да и так все в жизни конечно бывает там не очень простые вопросы ко всему надо с рассуждением подходить но опять же это действительно вот просто до взять сравнять там у них красивая гора достояние всем она любима да и взять просто эту гору снести ну вот мы все и пользу скажу он у деревьев тогда рубят где-то ты же деревом пользуешься покупаешь вот я сейчас ремонт буду в доме дела слушайте когда редят лес если это грамотно подходит бог все так создал чтобы этим пользовалась все дается с избытком и если это действительно где-то это действительно вот если человек правильно разрабатывал лес его надо редить деревья вырастают потом они начнут стареть да вот и если затем насаждаются новые деревья этими же людьми то это хорошо ты не вырубаешь просто берешь вот так как показывают действительно сколько сейчас в этом современном мире просто начинают под корень убирать весь лес просто вот фотографии кто и увидел причем не тут я уроке сейчас не монтирую особо вставлять вы сами все знаете просто показывают просто одни пеньки про просто начинаются откуда-то и знать встреч это ужас это ужас нещадно качать воду то есть в речку не просто там что-то а просто завод рядом поставили насосы туда производственным бухнули и просто сосуд из нее никто не следить за уровнем ничего просто сосуд и с другой стороны в нее же в эту речку говно сливают которая у них с отработки все конечно так нельзя я говорю то что человек есть там насос домашнюю воду пьет или поставили какую станцию на всю деревню это же хорошо люди пользуются водой опять же водой надо пользоваться грант не так что экран открыл и пошел тебе все до лампочки также нельзя изобрели там энергосберегающие лампочки светодиодные да не дороже но они вам отбиваются на то же самое платье электроэнергии но действительно это меньшее потребление это меньше производства они дольше живут да и так далее обо всем об этом надо задуматься ладно это уже слабенький мы дошли до жертвы на любви хочу на ней закончить то есть это благое дело я все хочу призвать вот вас начать с маленького и им закончить жизнь она не такая что сегодня сделал завтра бросил ты всегда одинаковый ты на какую ступеньку святости взошел и стой на ней господь говорил еще в раю человеку возделывай и храни возделывай и храни возделывай и храни то до чего добрался поэтому я у всех призываю и в своей личной частной жизни быть любвеобильным ко всему божьему творению ибо бог он всячески во всем своем творении заботы с любовью с благодарностью относиться ко всему что тебя человек окружает ибо бог еще раз повторюсь всячески во всем и начиная вот с такого простого не творить зла параллельно творить сколько можно добра где она от тебя требуется какая помощь еще что-то или погорел где-то лес вся там деревня город участвует и ты съездишь ли есть возможность ну понятно кто там работает но а если есть возможность может это на выходные назначили день все весь чуть ли не город выезжает и едет там сажает этот лес какой-нибудь питомник спонсирует бесплатно там может выделить понимать что это тоже его земля он на этой земле вырос может пожертвовать сколько-то даже в ущерб может быть небольшой себе своими финансами пожертвовать как люди жертвуют своим временем или люди могут скинуться каждый купить по себестоимости у этого питомника деревья и все засадить вот какая гармония если люди вот так вот делали бы да и заканчивая действительность уже где совсем у людей башни едет я говорю не надо просто начать бороться со всеми производствами на свете это не будет неправильно мы все что-то творим мы создаем это хорошо где увидите зло переизбыток всего там конечно надо вставать на защиту чего слабого вот эти люди в башкирии встали на защиту слабой горы до который не может за себя постоять и люди ее отстояли так что вот так вот вот такого то меня видео получилось любви к природе она естественно почему потому что бог он во всем я на этом все пишите ваши комментарии можете делиться своими какими-то историями мыслями как вы живете как мыслите как относитесь к природе как заботитесь или заступаетесь какие у вас переживания какие мысли может быть что-то дополнить и чем-то поделитесь ставьте лайк если нравится и делитесь с друзьями родственники социальных сетях моими видео если считаете что они несут благо и свет потому что вместе мы силы и чем больше будет светлых людей конечно же мир мы не изменим целиком и полностью но мы можем уравновешивать вот этот баланс содержать это будет полностью наша заслуга и мы все равно хоть кому-то мы делаем благо